Ежегодно по завершению весеннеполевых работ подводятся итоги и проходит масштабное областное мероприятие – День Костромского села. Организаторами праздника являются администрация Костромской области, департамент агропромышленного комплекса нашей области и администрация Костромского муниципального района. Уже несколько лет подряд День Костромского села становится добрым и светлым торжеством, уникальным праздником области. Все многообразие продукции агропромышленных предприятий региона, высокопроизводительная сельхозтехника и оборудование были представлены в этот день, 17 июня, на суд всех посетителей. День Костромского села проводится в регионе для представления достижений сельского хозяйства области. В рамках мероприятия у аграриев есть возможность установить новые и укрепить существующие взаимовыгодные деловые контакты, заключить договоры о сотрудничестве. Гостями этого областного мероприятия стали и студенты Буйского техникума градостроительства и предпринимательства. Возможно, что кто-то из ребят в дальнейшем свяжет свою жизнь и трудовую деятельность с сельским хозяйством и уже сейчас присматривается к потенциальным работодателям. Почетные грамоты департамента АПК. Это работники агрофирмы «Планета», механизаторов Лобков Сергей Михайлович и оператор машинного водоения Любимого Спиранская Нина Валентиновна. Они получат у нас благодарность Министерства сельского хозяйства. А специалист хозяйства Лазутина Марина Александровна и Манаева Татьяна Александровна техника-семинар будут поощрены почетной грамотой департамента АПК. Также у нас в этом мероприятии принимают участие в конкурсе «Коси-коса» это Смирнова Ирина Анатольевна и в конкурсе по управлению трактором молодой тракторист у нас, механизатор из ОАО «Зорница» Андреев Евгений Сергеевич. Такой праздник проводится с целью ознакомления, обмена опытом, что-то посмотреть, себя показать, пообщаться, что-то подчеркнуть для себя, для своего района полезное. Также очень много техники выставлено, кто-то руководители хозяйств ее увидят, в дальнейшем себе приобретут. Ну и, конечно же, показать нашу продукцию, самую вкусную в области, чтобы ее смотрели, покупали, рекламировали, где еще мы можем это, как на Костромском селе. Нашу продукцию очень замечают, потому что видят Буйский район, сразу спрашивают воскресенье, воскресенские сыры. Традиционно на сельскохозяйственной ярмарке была представлена продукция из всех муниципальных образований Костромской области. Молоко, творог, сыр, овощи, мясо, рыба, колбасные хлебобулочные изделия, различные напитки, а также выставка сельскохозяйственных животных. Наш район был представлен продукцией Воскресенского сыродела, хлебозавода «Вектор» и Буйской птицефабрики, двумя палатками с поделками буйских мастеров. Продукцию Буйского района знают в области. И Воскресенский сыродел для многих – производитель давно полюбившихся сортов сыра, который частенько радует своих потребителей новинками. В этом году от сырозавода были представлены альбуминный творожок, масло, сметана и несколько сортов сыра. Игорь Викторович, мы попробовали Вашу новинку, сыр корольков, очень понравился. Рассказывайте, в чем секрет? Секреты я Вам все не расскажу. Это сыр, он идет с ореховым привкусом, выдерживается он, созревает без пленки в латексном покрытии, то есть сыр дышит. И вот такие получаются у него вкусовые качества вкусные. Вы добавляете туда какой-то ароматизатор или все? Нет, это все натурально. Ароматизаторы не добавляем. Скажите, еще Вы, насколько я знаю, установили какое-то новое оборудование на цельном молочном выпуске? Мы приобрели фасовочный автомат для фасовки творога, творожка альбуминного и творожка с наполнителями. Что это за продукты? Расскажите Вы наше мнение. Альбуминный творог, он вырабатывается из сыворотки, из подсырной, и в нагревании сыворотки до 85 градусов. Он идет легко усвояемый белок альбуминный, по сравнению с казеином. Скажите, пожалуйста, а какими-то еще новинками Вы нас порадуете в этом году или, может быть, в следующем? На чем-то еще работаете? Ну, вот, к сентябрю, к юбилею фирмы, планируется еще один новый сорт сыра, но он еще в разработке, и поэтому я как бы все секреты не открою. Представлено очень много товаров, товаропроизводителей. Люди трудолюбивые, настроены позитивно, несмотря на хмурую погоду, очень много народа. Представлено очень много единиц транспортной техники, будет очень полезно ознакомиться с сельхозпроизводителем, с данной продукцией. Ну, и мы со своей стороны смотрим новинки техники. От выставки обычно ждут, чтобы постоянный был спрос на продукцию, узнаваемость, ну и новые контакты. Очередь постоянная. Очередь постоянная вызывает особый интерес, особенно к сырам Воскресенского сыродела. Народ не отходит. В мероприятии также приняли участие около 20 ведущих предприятий России, которые представили более 50 единиц высокопроизводительной энергосберегающей сельхозтехники и оборудования. Кроме того, была представлена продукция фирм, занимающихся поставками семенного материала, ядохимикатов, биопрепаратов и кормовых добавок. Вечно для нас сегодня. Кормковка. Как вкусно ощущения? Да необычно. Очень вкусно. Ну, это обычный как бы. И Мазда. А здесь что в нем? Что в нем положено? А здесь все что ли? Мускатный орех добавлен. На дне села побывали и высокие гости. Депутат Государственной Думы Алексей Ситников и губернатор Костромской области Сергей Ситников. В ходе торжественной церемонии открытия глава региона поздравил участников и гостей мероприятия. Дорогие друзья, сегодняшний праздник, День Костромского села абсолютно соответствует погоде, потому что живем мы с вами в Нечерноземье, в местах, которые традиционно называют зоной рискованного земледелия, поэтому и дождичек, и снег еще три недели назад на Северо-Востоке области. Все это наши селяне хватают сегодня с лихвой. Я прежде всего хочу, конечно, поблагодарить всех людей, кто свою жизнь посвятил работе в сельском хозяйстве. Те, кто сегодня обеспечивает продовольственную безопасность страны, те, кто сегодня обеспечивает качественными продуктами питания своих земляков в Костромской области. И несмотря на все природные катаклизмы, проблемы, сложности, я хочу пожелать вам всем успехов. Я хочу вам пожелать хорошей работы, которая позволит и накормить людей, с одной стороны, с другой стороны, обеспечить семьи всех работающих, кто трудится в сельском хозяйстве. Я хочу вам пожелать, в конце концов, хорошей погоды, хорошей погоды и доброго настроения, потому что вот эти две составляющие являются составляющей успеха в сельском хозяйстве. В этот день посетители могли побывать на различных интерактивных площадках и конкурсных мероприятиях. На дне Костромского села была представлена вся та продукция, которой богата наша Костромская область.